Не знаю, насколько тебе приятно это послушать. Да вообще пофиг. Какая разница с татуировками без татуировок. Когда говорят, вот почему не золото. Я думаю, спасибо, что серебро. И это лишь малая часть от всего интервью. Больше часа Светлана рассказывала о своем профессиональном и жизненном пути. Детство в Усть-Арде, тренировки в Бурятии и, конечно, медаль в Токио. Если раньше это были лишь сводки биографии, то теперь личная оценка спортсменки, включая падение в обморок. Их на Олимпиаде было два. И меня вот эта вся атмосфера давила. То есть мне было очень жарко, очень не было. Ну вот все было очень. Я чувствовала вообще такую обиду, наверное, на себя еще в том числе. Что вот ты, да, приехала на Олимпиаду, и что ты здесь валяешься, ходишь. У меня даже сейчас слезы наворачиваются. Несмотря на успех, уже во время Олимпиады Светлана столкнулась с большим потоком критики. В первую очередь я девушка. Потом уже и спортсмен, и там, и жена. Когда взрослые люди, взрослые мужчины, там, женщины начинают меня гнобить, начинают мне писать, что ты вот такая сякая, ты вообще как выглядишь, как ты там, как ты стреляешь. Конечно, мне обидно. Есть ли вражда сына Степановой? Зачем девушка набила татуировки? Как относится к хейтерам? И долго ли планирует заниматься стрельбой из лука? Ответы на все эти вопросы вы сможете увидеть в эксклюзивном интервью Светланы Гомбоевой. И для наших зрителей спортсменка подготовила подарок. Я привезла олимпийский факел. И мне кажется, это очень такой значимый сувенир, который будет стоять и напоминать о прошедшем событии. Тут все подписано. Токио 2020. Условия розыгрыша подарка ищите в наших социальных сетях. Премьера большого интервью со Светланой Гомбоевой 20 августа в 20.15 на телеканале «Аригус». А уже 21 августа вечером расширенная версия будет ждать вас на нашем сайте «Аригус.ТВ» и на нашем ютуб-канале. Сергей Смолининов, Борис Бальчинов, Борис Деленов, Мария Куклина. Телекомпания «Аригус».